Творящие чудеса 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисусу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисусу 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 Служит, трудится в Слове Божьем. А пересядьте на первый ряд, вот хочу вас здесь видеть. Вот прям исполните Слово Божье. Когда приходишь, видите, он по Слову Божьему пришел и сел вот на задний ряд со своей супругой. А я тоже думаю, поступлю по Слову Божьему и приглашу его на первый ряд. Давайте вот уважим, присаживайтесь, драгоценный, вот присаживайтесь. Пастор, присядьте вот сюда, вот здесь вода для тебя живая стоит, слава Богу. Они приехали отдыхать в город наш, Сочи, слава Богу, инкогнито. И вот только сегодня, вчера вечером позвонил, говорит, мы здесь. Я говорю, жаль, что ты не позвонил раньше, мы бы тебя пристроили. Он говорит, я поэтому не позвонил, хотел отдохнуть. Я знаю, что вы пристроите куда-нибудь, поэтому слава Богу. Слава Богу, пусть Бог вас благословит и у вас будет хороший отдых. Братья, сестры, если хотите, после собрания благословите словом, молитвой, финансами можете. Благословите этих замечательных людей. Аминь. Слава Господу. Да, я уже в связи с событиями, которые были в церкви, так долго не проповедовал, что забыл, как это делать. Друзья, можно я что-нибудь расскажу вам сегодня? Я шучу, конечно. У нас такие хорошие, замечательные дни прошли, и такие гости были. Наш пастор, епископ Николай Залуцкий. Правда, да? Давайте воздадим аплодисменты. Сергей Горбенко. Замечательный проповедник. Тоже дайте аплодисменты, похлопайте. Ну и такой вот муж умный, да, Виктор Баженко, который дал такую твердую пищу. И вот были замечательные, насыщенные дни. Я думаю, что каждый для себя что-то мог взять. И если вы помните, я начал серию проповедей, которые называются «На пути к мечте» или «По дороге в небеса». Помните, я говорил два послания, и вот сегодня буду говорить третье послание, буду продолжать эту серию проповедей. И в первых двух посланиях я говорил о том, что Бог дает нам мечту. Он вкладывает ее в наше сердце, которое потом направляет нас на жизненном пути и дает нам силы преодолевать трудности. Но также я сказал, что каждый из нас должен возделывать свой сад. Мы не просто ожидаем, пока эта мечта исполнится, мы должны трудиться в осуществлении этой мечты. Я сказал, да и аминь. Бог дает нам благодать, Бог дает нам силу для того, чтобы мы достигли цели, исполнили его мечту в нашей жизни. Но эта благодать и сила не действуют тогда, когда мы лежим на диване. Она начинает активироваться тогда, когда мы сами действуем. Когда даже, я скажу более, даже тогда, когда заканчиваются наши силы, потому что Бог проявляет свою силу, тогда, когда мы слабы. Я заметил, что когда у меня нет сил проповедовать, ни настроения, ни вдохновения нет, у меня получают самые лучшие проповеди. Я думаю, ну как так? Вот иногда ты выходишь, прям такой медведя готов забороть, прям около кафедры. И ты раз, раз, и вроде как-то не очень. А иногда выходишь, еле поднялся. Жена мне постоянно говорит, ты когда выходишь, ты вот так спину сделай, ты иди, говорит, вот ну прям вот так вот. А ты иногда идешь, думаешь, как же ее распрямить-то, пока думаешь, как распрямить, а уже жена увидела, что у тебя спина не прямая. Бывает же так, да? И ты выходишь еле-еле к кафедре, поднимаешься и думаешь, что я скажу? И вдруг Дух Святой тебя наполняет. И ты понимаешь, что не ты сейчас говоришь, а в твоей слабости говорит Господь, говорит Иисус. Поэтому, друзья, благодать, она подсоединяется тогда, когда мы ослабеваем. Я сказал, что благодать трудится вместе с нами, а не вместо нас. Вот это важно запомнить. Мы думаем, что благодать будет трудиться вместо нас, а мы будем смотреть со стороны и говорить, вау, классно у тебя, Господь, получается делать мои дела. Аминь. А зарплату? А зарплату я сам буду получать. И вознаграждение, это я сам. А вот трудиться Бог, ты давай за меня трудись. Так не будет, друзья мои. А вот сегодня я хочу поговорить с вами на тему хвастовства, друзья. Вот такая интересная тема будет. Я редко слышу этих проповедей, но сегодня вот непопулярное Евангелие будет. Сегодня, может быть, мало будет вдохновения, больше обличения. Но это важно сегодня поговорить на тему хвастовства. Хвастовство – это излишнее восхваление своих достоинств, успехов и прочих качеств. Излишнее. Немножко можно, излишнее нельзя. И сегодня, когда стремительно развиваются соцсети, и интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы видим, как хвастовство, оно просто возрастает в геометрической прогрессии. Сегодня все пользуются хвостограмм. Есть такая. Знаете, да, такую соцсеть? Да. В контакте со славой. Да? Знаете, в контакте со славой. Конечно, то, что мы делаем в соцсетях, это мы не называем хвастовство. Мы просто делимся частью нашей жизни. Мы просто освещаем разные сферы нашей жизни. Но на самом деле, друзья мои, мы хвастаемся друг перед другом. Своими достижениями, своими успехами. Какие мы пирожки готовим, что там еще мы делаем. Мы хвастаемся. И в этом есть резон, потому что люди, они нуждаются в похвале. Особенно дети и мужчины. Они созданы такими, что им нужна похвала. И вот когда им недостаточно похвалы, здравой похвалы, они начинают ее заменять нездравой похвалой. Хвастаться начинают. Поэтому, жены, хвалите своих мужей и детей. Ну, это в первую очередь касается меня. Я тоже могу сказать между... Ну, как бы не... Как я однажды принял, не собой хвалюсь, а Господом, да? Ну, так вот это такое замечание, ремарка. Не собой хвалюсь, а Господом. Ну, на самом деле, собой хвалюсь. Вместо трех, четыре скажешь. Или вместо четырех, семь. Нет, когда вместо трех, четыре, это немножко похвалился. Это еще как бы так, не совсем. Но вот когда вместо трех, восемь, это уже похвалился. Я заметил, что мужчинам свойственно это больше, чем женщинам. Потому что мужчинам нужна похвала. И им порой недостает этой похвалы. Жены, хвалите своих мужчин. И увидите, они меньше будут хвастаться. А когда жены не хвалят своих мужчин, мужчины начинают обращать на себя внимание. Они начинают самостоятельно заполнять эту брешь. И поэтому получается хвастовство. И проповедь моя сегодня называется так. Нашел, молчи, и потерял, молчи. В принципе, в этом уже все сказано. Нашел, молчи, и потерял, молчи. И давайте откроем книгу Бытия, 37 главу, потому что в основании нашей серии проповедь мы взяли жизнь Иосифа. И прочитаем следующее. Книга Бытия, 37 глава, 5 стих. С 5 по 8 стих прочтем. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим. И они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал, и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом, мы поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Мы видим, что Иосиф рассказывает своим братьям сон, который, конечно, бесспорно дал ему Господь. И написано, что братья, когда услышали этот сон, они еще больше возненавидели его. Они и так его недолюбливали. А тут вдруг младший брат рассказывает, что он царствовать будет над ними. Друзья, а разве мы порой не поступаем так же, когда в церкви слышим разговоры от того, который пришел буквально два дня назад в церковь, что он будет пророком или будет пастором, и мы смотрим на него и думаем, слушай, ты два дня в церковь пришел, уже в пророке метишь? Ты полы сначала научись мыть. Вот выскочка. Может быть, мы таких людей и ненавидим ненавистью лютой, но ухмылка на нашем лице появляется. И только благодаря воспитанию мы иногда сдерживаем себя, а некоторые не сдерживают. Некоторые начинают прямо и говорить о том, ты выскочка, выскочка. А может быть, действительно, этому человеку Бог показал сон, и он рассказал его нам, что он будет пастором, что он будет пророком. Мы не отслеживаем это. Мы ухмыляемся и думаем, подожди, подожди, побудешь немножко в церкви, тебя пообломают, посмотрим, каким ты пророком будешь, посмотрим, каким ты пастором будешь. Подожди, тебе братские еще устроят. У нас такие братские-дратские есть. Тебе устроят однажды, ты забудешь свою мечту. И вот братья Иосиф, они поступили так же. Они вознегодовали, они стали еще больше ненавидеть его, потому что они в себе говорили, послушай, ты и так пользуешься особенной любовью отца, тебе мало этого, ты решил еще над нами посмеяться, еще решил нам рассказать, что ты будешь царствовать над нами. И, конечно, в их сердце поднялась ненависть. Но Иосифу мало. Евреям всегда мало. Они если добивают, так добьют. И он увидел еще один сон, о котором мы читаем дальше. Это 9 стих. И здесь написано, «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклонятся мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Посмотрите, и снова он рассказывает о сне своим братьям. Вот честно говорю, я не пойму Иосифа. Неужто он не знал, что его вот эти росказни о снах его раздражают его братьев? Неужто он не видел этого? Ну не мог он не видеть этого? Он и так знал, что они его недолюбливали, потому что он приходил к папе и рассказывал о их неблагочестивом поведении. Он понимал это, и он, наверное, видел то, что после первого рассказа о сне они еще больше возненавидели его. Навряд ли это было молча. Библии не повествуют нам подробности, но, скорее всего, они как-то проявили свою ненависть, и он понимал это. Так почему же он рассказывал? Неужто ему плевать было на их реакцию? Я скажу, ответ простой. Он хотел хвастаться. Он хвастался. Знаете, чем? Потому что в этих во снах написано «Вы поклонитесь передо мною». Да, может быть, сегодня я и меньше вас. Да, может быть, сегодня отец на меня несерьезно смотрит. Но вы поклонитесь передо мною. Мой сноп стоял прямо, а ваши снопы поклонятся. Ему мало стало то, что братья узнают о его величии. Он еще и отца сюда втянул. Он и отцу рассказал об этом сне. Отец возмутился. Скорее всего, он возмутился не тому, что вся семья поклонится перед ним, потому что отец внутри себя понимал, что всю власть, все богатство он передаст ему. Он его любимый сын. И он его хочет благословить. Он возмутился тем, что в этом сне мать Ревека, которая уже умерла, тоже поклонится перед ним. И для него это выглядело нереальным. Как матери твоей нет? Ты о чем вообще там сны видишь, сыночек мой? Какие сны ты видишь? И, естественно, это возмутило отца. Но отец, как мудрый еврей, складывал в сердце своем. Он заметил этот сон. Но мы видим, что Иосиф здесь хочет прославиться. Он хочет похвастаться. Он хочет похвалиться. В Ветхом Завете, друзья, есть история про царя Иезекию, которая находится сразу в трех книгах. Это Четвертое Царство, Второе Паралипоменон и в книге Исайя. В ней говорится о том, что после того, как царь ассирийский Синахирим завоевал Самарию, он двинул свои войска в Уидею. И в Уидеи завоевал все укрепленные города. И вот царь Иезекия, для того, чтобы царь ассирийский отошел от этих укрепленных городов, послушайте меня, дал ему 10 тонн серебра и 1 тонну золота. 10 тонн серебра хотел откупиться и 1 тонну золота. Там 300 талантов того и 30 талантов этого. Но аппетиты царя ассирийского нельзя было умерить. И он взял свои войска и двинул к Израилю. И окружил Израиль и начал говорить народу израильскому, чтобы они сдались без боя. Он им говорил такие слова, что никто вас не спасет от моей руки. Его посланники, они говорили, глашаты, они говорили о том, что ни один народ не был спасен своим Богом от силы, от могущества нашего царя. И ваш Господь тоже вас не спасет. Не надейтесь, ваш Господь вас не спасет. И сказано, когда Иезекий услышал эти слова, он разодрал на себе одежды, пошел в дом Господень, начал молиться и из дома Господня выслал ходотаев к пророку Исаия. В то время был пророк Исаия в Израиле. И он послал к нему ходотаев. И тот ему сказал, не бойся этих слов, не бойся, царь этих слов, потому что твой Господь или наш Господь, он спасет нас. Царь Ассирийский убежит из этой страны и будет убит мечом, он погибнет от меча. Так и случилось, в одну ночь ангел Господень прошел по армии царя Ассирийского и убил 185 тысяч его воинов. И царь Синахерим убежал в свою страну, где потом скрылся в каком-то городе и его собственные сыновья убили его мечом. И вот, знаете, что я хочу сказать? Может быть, сегодня в вашей жизни кто-то или что-то говорит, что ваш Господь не сможет вас защитить, потому что сила сильная, скажу, такую тавтологию восстала на вас. Очень серьезное обстоятельство, болезнь какая-то, может быть, кредиты, долги или еще что-то, полная безнадежность. И сегодня вам шепчет в ухо дьявол, ваш Бог не защитит вас. Я хочу сказать, что это полная ложь. Ваш Господь обязательно защитит вас и выведет вас из любых трудностей и поставит ваши ноги на твердое место, потому что Он Бог, который заботится о своем народе. И Он держит руку свою над вами. Вы под рукою Господней, и никто не сможет преодолеть вас. Аллилуйя. Аминь. И вот после этих событий Иезекий заболевает. Знаете, бывает так, вот в вашей жизни триумф, все побеждены, и вдруг приходит какая-то проказа, какая-то болезнь, какая-то неудача. И вот Иезекий после такого триумфа заболевает, и он возмолился к Господу, и Господь увидел его смиренное сердце, сокрушенное сердце, и через пророку Исаия сказал ему, прибавлю к жизни твоей еще пятнадцать лет. И в освидетельство моих намерений я сделаю знамение. Солнце пройдет назад на десять ступеней Ахазовых, по лестнице на десять ступеней Ахазовых. Так и случилось. Иезекий выздоровел, но перед этим солнце на десять ступеней Ахазовых прошло в обратную сторону. Мы сегодня не знаем на какое время задержался день, потому что никто сегодня не знает сколько это десять ступеней Ахазовых. Есть предположение, что это какое-то измерение, какие-то солнечные часы, но точного утверждения сегодня нет. Я по крайней мере не нашел, можно там где-то найти, но сегодня все говорят, что точного понимания этого нет. Но то, что это событие не осталось незамеченным, это так. Потому что в истории даже оно осталось замеченным. И увидел его царь Вавилона, где поклонялись солнцу. Он заметил, что солнце, потому что они наблюдали за солнцем, вело себя не так в этот день. Оно задержалось. И тогда он послал послов к Иезекии с подарками узнать, а почему же солнце задержалось, потому что он слышал, что это было как-то связано с его выздоровлением. И вот мы читаем, друзья мои, это 4 царств, 20 глава с 12 стиха. В то время послал Беродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Иезекии, ибо он слышал, что Иезекий был болен. Иезекий выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и аромат, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, который не показал бы им Иезекии в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исайя, пророк, к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе. И сказал Иезекий, из земли далекой они приходили из Вавилона. И сказал Исайя, что они видели в доме твоем. И сказал Иезекий, все, что в доме моем, они видели, не осталось ни одной вещи, как это знакомо. Все, что есть у меня, все сегодня видят, не осталось ни одной вещи, чтоб не видели. И сказал Иезекий, все, что в доме моем, они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в инстаграме своем. А что не показал в инстаграме, я показал в фейсбуке, Что не показал в Фейсбуке, все появилось ВКонтакте. Но это уже современный перевод, друзья, с моим личным добавлением. И сказал Исаий Иезекий, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. Мы видим, друзья, как Иезекий хвастается всеми своими достижениями, хвастается своим богатством, имуществом, которые ему дал Господь. И мы читаем об этом в Писании. Он не сам это приобрел, мы читаем, посмотрите. 2 Паралипоменон, 32 глава, с 27 стиха мы читаем. И было у Иезекии богатство, и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всех драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойло для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. Из стад мелкого и крупного скота было у него множество. Внимание! Почему было множество? Потому что дал ему бог весьма большое имущество. Друзья мои, Иезекий знал, что все, что он имеет, дал ему Господь. Он знал, что победу над асирийским царем оказал он не своею силою. Он знал, что исцелился он не потому, что были хорошие врачи, или он хорошее лекарство принимал. Он знал, что солнце возвратилось назад не по его собственному указанию. Он все это хорошо знал. Он знал, что все это ему дал Господь. Однако, когда к нему пришли послы, он ни разу не упомянул о Господе. Он не показал храм, который был посвящен Господу в своем городе. Он не познакомил его с пророка Исаии. Он не сказал, что Бог прибавил 15 лет к его жизни. Он не сказал о том, что Бог заставил солнце. Наш Бог не просто солнце по какому-то указанию пошло назад. Друзья, те, которые пришли из Вавилона, вы поклоняетесь этому солнцу. Но наш Бог управляет этим солнцем. Он не сказал об этом ни слова. Знаете, что он делал? Хвастался. Хвастался Собой. И тем самым он навлек проклятие на будущее поколение. Посмотрите, Писание говорит такие изумительные слова, что во всем Иезекио действовал успешно. Вот прям говорится про Иезекио, что во всем, скажи, во всем. Во всем он действовал успешно. И бизнес вел хорошо, и политику вел хорошо, и воевал классно. Ну вот просто не царь, а умничка какой-то. Вот посмотришь на некоторых из нас, вообще во всем успешны. Но вот, когда пришли послы, вот что написано о нем. Посмотрите, как написано. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему, это 2 Паралипоменон, 32 глава. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог. Вау! Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Бог испытывал Иезекию. Кому он воздаст хвалу, когда пришли послы? Бог оставил его на время. Кого он будет хвалить? И знаете, Иезекий не прошел испытания. Он в этот момент хвалил себя, что он приобрел это богатство. Он не говорил так. Он не говорил, он просто делал фотки в Инстаграм. В Фейсбуке, ВКонтакте. Он не говорил. Посмотрите, не найдете одного слова, что он показывал. И ничего не осталось, не показано в доме его. Он все показывал. Все рассказывал. Смотрите, сколько у меня много. Естественно, люди, они понимали, кому надо сейчас воздавать хвалу. Он не удержался и стал хвастаться. И этим навлек беду на себя, друзья мои. Как часто мы с вами не можем удержаться и начинаем хвастаться? И все потому, что мы не утверждены в Боге. Мы не понимаем, кто мы в Боге. Мы не ощущаем Его любви. Мы не ощущаем Его присутствия. Друзья мои, мы пытаемся обратить на себя внимание, чтобы похвалой повысить свою оценку. У нас недостаточная самооценка. Мы не смотрим на себя глазами Бога. Друзья мои, обычно хвастаются люди, неуверенные в себе и страдающие самооценкой. Те, кто не чувствует, что с ними Бог, те, кто не чувствует, что Бог любит их, что любовь Божья пребывает в них и с ними, что Бог постоянно на их стороне, они не чувствуют это. Они слышали, они знают, но это не откровение их жизни. И вот что я увидел. Когда мы начинаем хвалиться и хвастаться, Бога с нами нет. Нет Его с нами. Даже тогда, когда вы говорите о Нем, тогда, когда вы говорите, что это Бог вам сделал, что Бог вас послал, что это Бог сделал такое величие в вашей жизни. В этот момент Бога нет с нами. В этот момент проверяется наше сердце. Кому оно принадлежит? Если оно принадлежит Богу, нам не нужно хвастаться. Мы будем такими людьми, которые найдут и будут молчать, и потеряют, и будут молчать. И Аков, он дает нам совет. Как нам быть? Как нам поступать? Чтобы не попасть в эту категорию людей, которые хвастаются своими достижениями. И в послании Акова, в 4 главе, в 13 стихе написано. И Аков говорит, теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город. И проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющаяся на малое время, а потом исчезающей. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие. Есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Вау. Серьезные слова. Я чувствую, что я сейчас хорошо проповедую, потому что молчание такое здесь. Наверное, куда-то попадаю. Потому что так здорово, когда ты вдохновляешься, так аплодируют. Вау. У нас Сергей Горбенко проповедовал, все стоя аплодировали. Всем так понравилось, потому что на эмоциях так классно. А я потом специально через два дня стал ходить и спрашивать, о чем проповедовал Сергей Горбенко. Никто не сказал. О гадах. О гадах, вот. Про себя услышали и больше ничего не услышали. Понимаете? Больше ничего. Сегодня нравятся людям вот это вот эмоции. Я тоже могу веселить. Но я сегодня хочу, чтобы вы услышали, о чем я говорю. Это порог сегодняшнего времени. Это и мой в том числе порог. Я прежде всего себе говорю об этом. Перестань хвалиться. Не надо Бога восхвалять. Он сам себя восхвалит. Вернее, хвастаться Богом. Восхвалять надо, немного ошибаясь. Но не надо врать для того, чтобы прославить Бога. Если было два, скажи два. Не надо говорить десять. Лишь бы для того, чтобы Бог прославился. Мы как проповедники иногда имеем такую сущность. Ну так, чуть-чуть, чтобы побольше вдохновить людей. Но это неправильно. И в нашей жизни свидетельство должно отвечать тому, что произошло. А не тому, что поймал такую рыбу, рассказал вот такую. Ну мне Бог дал. Добавил здесь. И думаешь, что все этим. Нет, друзья мои. Так не происходит. Я хочу, чтобы мы поняли, что хвастовство – это зло. Здесь Иаков нам говорит, что это зло. Это грех. И Иаков говорит нам такие слова, что вся жизнь наша принадлежит Господу. Она в руках Господа. И мы с вами не знаем, что может произойти завтра. И хвастаться, хвастаться завтрашним днем или завтрашними делами – это неразумно, по крайней мере. В этом нет ничего. Ну почему зло? Знаете, друзья, сколько я слышал, мы сделаем и это, мы сделаем и то. И у нас будут миллионы, и у нас будут миллиарды. И как мы, хвастаясь, увлекали людей и направляли в другое направление от Господа. Вообще они шли не в том направлении. И сегодня множество разбитых судеб из-за того, что они однажды услышали эти слова хвастовства, когда люди рассказывали им о таких перспективах, что они поверили в это и двинулись в том направлении. А люди сами сегодня туда не идут. Их бросили, а они не могут, они дезориентированы, понимаете? Это как мотылек, который летит на свет. Вот эти хорошие россказни, которые мы видим в интернете и порой не знаем, кто за ними стоит, не знаем судьбу людей, они так увлекают нас. И мы идем за этими людьми, они становятся нашими лидерами, но мы даже не знаем, куда они нас ведут. А знаете, почему идем? Потому что они хорошо хвастаются. Они классно нам рассказывают. О перспективах, которые ждут нас в будущем. Я столько слышал вещей, что будет и это, будет и то, будет и вот это, и вот это. И сегодня спрашиваю, а где все это? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok